История приморского видеоблогера Никиты Забазного, которого поместили в психбольницу на Шепеткова после того, как он опубликовал свой материал о поборах в психоневрологическом диспансере Владивостока, пошла по самому негативному сценарию. Сегодня к нему не пустили адвоката, которого направил отчим молодого человека. Мать Забазного в данный момент находится в море. Главврач больницы включил броню, обложился режимом карантина и не захотел к нему никого пускать. Он отправил в приемную, зарегистрировать свое обращение и естественно, что быстро, оперативно вопрос по освобождению, так назовем, Никиты из заточения не решится. В лучшем случае ответ на мой запрос будет в пятницу. Что касается нахождения здесь или не здесь самого Никиты, то Максим Николаевич сказал, что он не знает. У него больше 600 человек находится и он не знает. Ну, думаю, что он лукавит, конечно. Но то, что он находится здесь, мне лично известно со слов его отчима Никиты. Судя по тому, что общественный резонанс этого задержания и помещения Никиты в больницу, помимо его воли, думаю, что больница будет делать все-все-все, что можно, чтобы себя обелить, защитить, подтвердить правомерность своих действий. Ну, как они это сделают, я не знаю. Всякие бывают случаи. Бывают и случаи, что человек к ним попадает нормальный, а потом за пару недель может стать инвалидом запросто из-за неправильного лечения, может быть, даже какие-то умышленные действия. Ну, будем делать все, что возможно. Хорошо, предположим, как настаивают медики, Никита Забазнов не в себе. Но так уж необходимо было его закрывать в психбольницу. Он что, представляет угрозу для общества? Или он представляет угрозу для себя? У них убийцы разгуливают по улицам, как мы уже проводили аналогию с тем психом, который забил кондуктора трамвая монтировкой, и его признали невменяемым. Еще до того, как тот неадекват совершил преступление, на него неоднократно поступали жалобы в полицию от людей, которых он терроризировал, с просьбой закрыть его в больничку. Но нет, тогда не нашли оснований. А тут Забазнов позволил себе вывести на чистую воду пару оборзевших психиатров. Да я вам больше скажу, половина врачей-психиатров сами с приветом, и это реально так. Может их теперь тоже через одного госпитализировать? Они, кстати, там еще и стебутся над этой ситуацией. Мне тут скинули скрин переписки докторов с их профессиональной группы «Самый лучший выпуск». Просто почитайте, что они там пишут. Ой, и не таких Аминазин ломал. Чего только о нас не писали, не говорили. А вообще, парень ведь не хотел платно. Его бесплатно приняли. Еще и в недобровольном порядке. Мы таких всегда через суд оформляем. Они ж потом выходят и орут. Аминазин и не таких ломал. Чуете, чем дело пахнет? Это не врач написала «подонок в белом халате». Закончить медицинский университет мало, чтобы стать доктором. Нужно еще быть человеком, а не подонком. Так что, Забазнов сейчас в большой опасности, юристы общественного движения в защиту прав граждан права народа уже написали обращение в Следственный комитет и прокуратуру с требованием разобраться в ситуации, когда фактически обычного человека упекают в психушку. Таких врачей надо судить. Нельзя это им спускать с рук. Продолжение следует...